Привет! Вы на канале Sparrow S9. И в этом видео будет обзор комплектов термобелья от компании M-TAC, Active Level 1 и Cold Gear. Начну с Active Level. Комплект состоит из рубашки и кальцов. Этот комплект я буду носить уже вторую зиму. То есть одну зиму я его относил. Сделан он из 88% полиэстера и 12% эластан. То есть вот так подтягивается материал. Вот так выглядит рубашка. Она сделана из двух видов ткани. Один основной сплошной и второй подмышками, под руками. Половина рукава из этой ткани состоит. Вот как сетчатая. То есть с такими большими, относительно большими отверстиями. То есть в тех местах, где человек больше всего потеет, это сделано из этой ткани. То есть вот подмышки, рукава наполовину. Вот так выглядит сзади. То есть бока человека. Покрой, обратите внимание, какой покрой рубашки. И вот эта рубашка сделана по типу реклам. То есть шва по плечу нету. Шов спереди и сзади. Вот здесь должна была быть наклейка об инструкции использования. Размеры, из какого материала сделана. Но она со временем уже стерлась. То есть еле-еле ее видно. Вот так швы выглядят снаружи. И вот так швы выглядят внутри. Никаких натираний или дискомфорта рубашка не вызывает. Вот рукава, манжеты рукавов. Вот так выглядят кальсоны у этого комплекта. Имеется широкая резинка. Резинка за сезон не порвалась, пока резинка жизнеспособная. С тыльной стороны так выглядит. То есть кальсоны на теле держатся очень-таки неплохо. Вот эта наклейка с размерами и инструкцией по эксплуатации. И также выполнена из двух материалов. Вот этот сетчатый материал, такой пористый, в районе паха. И с противоположной стороны колен. Вот здесь и здесь. И вот так выглядят манжеты. Швы аналогичные, как и на рубашке. Лицевая сторона, тыльная сторона. Что я могу сказать об использовании этого комплекта? Термобельем синтетическим я уже пользуюсь не первый год. И использовал разных фирм. И в основном использовал только первого слоя. Вполне мне его хватало на зиму. То есть на ноги одевались кальсоны. А уже если становилось холоднее, то уже сверху первого слоя одевал какой-то свитер и так далее. То есть куртку, флиску. И в принципе обходился постоянно первым слоем. Вот купив это термобелье, я понял вот суть его названия. Active Level. То есть оно тоньшее, чем те, которые я до этого использовал. Оно реально тоненькое, легенькое. Очень хорошо отводит пот. Моментально в нем сохнешь. То есть там при плюс 10, образно говоря, и ниже можно его уже одевать. Вот если, ну, учитывая там сырость, ветер и так далее. Ну, все эти личностные характеристики. То есть кому как комфортно, при какой погоде. То есть и как первый левел, он очень хорошо работает. Облегает тело. Резинки пока за сезон целые. Как я уже показывал, манжеты целые, не растягиваются. Отлично отводит влагу этот комплект. Ну и в принципе это его работа. То есть и себя в нем комфортно чувствуешь. То есть, образно говоря, осень, холодную часть осени я проходил в этом комплекте. Но повторюсь, оно тоненькое. Оно реально тоненькое. И оно реально для активных действий. То есть там велосипед, спорт какой-то, бег. Какие-то тяжелые, там, тяжелый физический труд на улице. Вот это хорошая вещь. То есть стоять в нем будет не очень комфортно. Ну, опять же, в зависимости какая погода и какие ощущения. Cold Gear. Я уже использовал не так часто. В основном, тогда, когда мне приходилось бы стоять на улице по несколько часов. Вот в декабре, там, январе. То есть именно в холодный период. И я уже этот комплект термобелья уже использовал в качестве второго слоя. Отдельно на тело, на голое, я его не использовал как в качестве первого слоя. Ну, я думаю, когда он точно так же будет отводить влагу от тела, как и первый слой. Ну, может быть так, чуть-чуть хуже. И я хочу сказать, что как греющий слой, он очень и очень неплохо работает. То есть мне было комфортно в нем при довольно таких неплохих морозах. Вот так выглядит рубашка. Этот комплект термобеля состоит уже из 70% полиэстера и 30% спандекса. Вот так выглядит рубашка. То есть она сделана как бы, ну, я называю как бы вафелька, в клеточку. Причем вот такой пушистый слой, он должен быть ближе к телу. Ну, это сделано для того, чтобы была теплая воздушная подушка вокруг тела. И, соответственно, гладкий слой снаружи. Производитель заявляет, как бы это для того сделано, чтобы гладкий слой, чтобы меньше катышей было. Но они все равно как бы есть, но это не столь важно. Так же рукава, как у реглана. Шва на плече нету. Уже есть молния. Небольшая молния используется от компании YKK. Под молнией клапана нету, который защищал бы шею от продувания или от того, чтобы не защемить змейкой при одевании. Но я хочу сказать, дискомфорта голая змейка к телу не вызывает. И только вот здесь в верхней части есть небольшой клапан. Рукава. Рукава вот выглядят так. Рукава довольно-таки длинные. И они могут заходить на ладонь. И есть прорезь для большого пальца. То есть вот так, греть ладонь. Или уже тогда заворачивается и прячется под одежду. То есть не мешается. Вот изнутри выглядит рубашка. И имеется вот такая уже бирочка с надписью термобелья, размер и где сделано. Вот так выглядят кольцомы. Спереди. Вот такой у них покрой в районе коленок. Резинка уже вот спрятана под ткань. Этикетка с размером. Ну и вид сзади. И манжеты вот. Уже без резинок здесь. Ну и соответственно так как спандекс, то материал тянется. Вот такие вещи сегодня были в обзоре. Большое спасибо за внимание. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин